Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дональя, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. И это, пожалуй, такое глобальное обновление, которое шло ещё со времён старых игроков, старых моделек, старых конюшек и вообще всего-всего самого древнего ВСЖСО, что могло только вообще быть. Поговорим об этом, поговорим о том, как все сильно этого ждали и о том, что ждёт нас на следующей неделе. Так что седлайте в своих коней и поехали! А сегодня у нас в обновлении, которое вы уже все наверняка посмотрели, а даже не наверняка, а абсолютно все. Это новые лошади, новые, я даже не знаю, нет, они не обновлённые, это именно новые лошади. Но они настолько давно желанные, что я не знаю, как... Желание это старо, как самый ССО, наверное. Это Марварии! Худые! Высокие, по-моему, достаточно. Ну, хотя, нет, не особо, но все равно худые, элегантные и мощные Марварии со своими очаровательными ушками. Сколько лет прошло! Я, если честно, никогда не хотела Марварии, я вообще никогда не интересовалась этой породой, но... Серые ушки, как ушки, красивые, красивые, арабы напоминают, напоминают, ну и чего. А тут их добавили, и просто... Я не знаю, как разработчики сейчас категорируют категории вообще лошадей, но с каждым разом у них модельки становятся всё более и более детализированы, более проработаны. Настолько, что мне иногда аж страшно становиться. Просто посмотрите на эти вены, на этот блеск, на эту мордашечку, на эти масти. То есть не просто фонарь лепили, как у какого-нибудь воронового шайера, а вот просто вот поработано. Вот не может быть два одинаковых носочка, нет, и вообще на дно копыта всё-таки тёмное, другие, других, светлых. И вы просто... Как сказать? Ну, просто посмотрите на это создание. Ну, может быть, я бы хвост как-то по-другому сделала, хотя, в принципе, мне нравится. Это шикарные лошади по своему виду. Мне они, если честно, понравились все своей мастью, которые были заранее нам все проспойлерены и разработчиками, и спасибо, Ютуб. Вот, но... Единственное, вот у меня у него смущает, что у него более рыжая грива. И то, что у меня есть, похоже, лузита. Стоят они все 950 ССК, у них выносливость 3, гибкость 3, сила 1, дисциплина 1, у них только скорость 0. Это вообще-то... Что за лошадь супер гибкая такая? Их добавили нам 4. Разработчики, кстати, поломали всю свою систему. То, что раньше лошади выходили раз в месяц, по-моему... Ну, нет, возможно, это осталось. Я просто сейчас уже не слежу за новостями, но у меня такое чувство, что они их добавляют уже раза 2 в месяц. И это как-то слишком часто, и неважно, какая это лошадь. Вот. И они поломали систему добавления 3 лошадей за раз. То есть теперь чаще всего мы наблюдаем 4 лошади. У меня такое подозрение, что как будто бы у разработчиков где-то там глубоко в архивах есть какая-то такая лошадь. Или какое-то, неважно, обновление, которое супер ждут все, оно супер нужное. Но мы никогда не узнаем, что это такое, пока оно не выйдет. И разработчики хотят выпустить это обновление поскорее. Возможно, оно, видимо, у них уже в хорошем доработанном состоянии. И чтобы побыстрее его выпустить, надо выпустить все, что у них запланировано на это. Потому что у них чуть ли не график обновлений на год вперед, я не знаю. И они просто штампуют нам лошадей, быстренько их загружают, дают нам кучу обновлений, тем не менее, которые происходят раз в неделю. Но я не знаю, как вы, но раньше для меня раз в неделю это было так долго ждать, ожидать обновления. А сейчас я провожу одно обновление, заглядываю, смотрю, что да как, ничего интересного. Хоп, и на уже следующее обновление выходит какое-нибудь крутое. И я такая, чего? Чего? Прошла же неделя, как она так быстро пролетела, несмотря на то, что я... Ну, да, я работаю, поэтому все как-то быстренько. Так, и так же одного коняшка мы посмотрели. Давайте же поедем смотреть всех остальных. И вот мы, собственно, и на месте. Три остальных Марвари теперь находятся в, конечно, Золотого Листа, точнее они тут и с самого начала и появились. И я даже не знаю, я раньше думала, что здесь будут англичане стоять, а на ферме Марли потом добавят обновленных Пейнт Хорси. И вообще, я думала, что Марвари будут стоять где-нибудь недалеко от Риархейма, потому что на ферме Голдспор как раз продаются арабы, и я думала, что недалеко где-то от них будут они продаваться в Марвари. Но нет, они продаются, конечно, Золотого Листа. Вот просто шикарные лошади. Меня немного иногда смущает, правда, оттенок грива. Вот сейчас... Кстати, нет. Вот сейчас эта грива кажется светло-серой, не белой, а именно светло-серой. Но в определенное время, не суток, она становится желтой. Хотя я даже сейчас слегка вижу в ней желтый оттенок. Масть просто волшебная, просто шикарная. И, если честно, молодой человек у меня уже купил себе Марвари. Вот, какого... А, как раз который в Форт Пинтл себе купил. А я все не могу никак понять, потому что я, допустим, хочу... Но всех сразу я покупать не имею права, потому что... Ну, СК у меня есть, но мне вначале вон докачать надо. То есть вон Андалуз стоит, ждет. Он до сих пор 12-й. А сколько времени уже прошло с его покупки. Спасибо, работа, ты мне не даешь качать лошадей. Дэ-дэ-дэ. А тут реально такие классные масти. Они мне все нравятся. То есть... Ну, кстати, вот тут меня смущает вот эта вот... Вот эта рамочка. Вот если бы они целиком белую мордашку сделали бы, я бы, наверное, его сразу взяла бы и купила. Но вот этот вот ромбик... Мне он не нравится. Он... Нет, мне масть в целом нравится. Мне вот этот ромбик не нравится. Совсем. Вот это просто божественная масть. Прям вот... Ух! Прям чувствую всю эту силу, мощь, все эти мышцы. Ой, красный. Ты какой-то какой-то какой. Опять ты жрешь. Во время съемок, неважно у какой лошади, она начинает есть. Хена, землю, корни, не знаю, воздух. Главное, чтобы поесть. И я думала купить себе вот этого светлого, потому что он такой классный. Он... Он... Он просто классный. Ребят, тут не нужны никакие другие сова. Он просто классный. Но... Я сразу загрузила себе картинку со всеми Марварой. И там еще, по-моему, еще четыре масти должно выйти. Или пять. Я не помню. Если вы мне дадите секундочку, я проверю. Потому что это очень важный факт. Там очень классные масти, на зоне которых я опять-таки не помню. И знать не знаю. Так, вот я открыла. Папапапа-пам. Должен будет выйти светло-серый Марварой. А, вот да, кстати. Именно поэтому я и не купила пока что вот этого светленького Марвары. Потому что должен будет выйти чисто-светло-серый. Почему он даже вот не белый? Он будет серебристый. Но, как могу, картинку увеличу. Да, он, похоже, будет такой серебристый. С слегка серыми ножками. Ладно, не важно. Потом увидим в игрушке. Вороной с проточной на лбу. Тоже шикарная лошадь. Гнедой с белыми полосами и белыми гольфиками. И... 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 Изабелова или... Кто ты? Наверное, это больше Изабеловой выйдет в Марваре. Вот, да. Получается, нас ждут еще четыре марварские лошади. Одна из которых наверняка будет в приложении. У меня такое чувство, что это будет гнедой с белыми отметинами. И с белыми гольфиками. Потому что самая шикарная мать. Где должна быть? Правильно, в приложении. Изабелова, кстати, в приложении. Я думаю, они добавлять не будут. Потому что там есть Изабелова и Лузитан. Мне кажется, это будет смешно. Ушки, кстати. Вот, вот, вот. Класс. Они мин. Они аккуратненькие. Они особые. Они тут вот как вот... Ну, вот, ну, знаете, вот... Оно для них. Все. Да. Боже мой. Дикий конь. Дикий нравственный конь. Кобыла. Нет, ну, не знаю, кто ты. И действительно, у меня вот одна девчонка сказала... Точнее, ну, как она всем известная Каролина. Что это очень сильные, своенравные лошади. Какие-то дерганные. Знаете, да. Дерганные, да. Можно подумать, что нервные. Тоже, да. Но в некоторых моментах я не могу ничего сказать. Кроме того, что какая-то сильная, мощная, сухая лошадь с просто божественным каркасом и божественной текстуркой своего тела и мордочки. Это просто набор всех моих раз. И, кстати, поздравляем Сосо. Это первая лошадь, у которой будет грива короткая, стоящая. Я не знаю, как ее правильно называть, но у нее будет короткая, стоящая грива. Просто ССО, это случилось. Можно, пожалуйста, всем остальным? Потому что, если кто-то не знает, то в падении губернатора, там, где конный магазинчик, который мы все вместе всегда открываем по заданию, там есть манекен лошади, основанный на модельке Фриза. И у него короткая, стоящая грива, которая была, по-моему, почти всегда. Или нет? Ну, по-моему, ее раньше не было, но когда добавили, там была короткая, стоящая грива. И я, когда я увидела это, я сказала, ССО, добавьте, пожалуйста, короткую гриву для Фриза, потому что это выглядит круто. Потому что, когда я сделала Фризом Шиш... Фризу, одному, одному светло-серому своему Фризу Шишечки, меня начали хотеть убить. Да. Ну, не знаю, мне просто нравится. Это выглядит очень круто, очень спортивно. И тут, кстати, ни на ком ее нету. Я бы вам показала, да у меня Марвары нету. Что самый главный плюс этой короткой гривы у Марвары, у них не меняется хвост. То есть это тоже самое, как со шведами. Вы делаете шведу короткий хвост, у него грива не меняется. И для длины грива остается так же. А тут, наоборот, вы меняете как будто бы гриву, а хвост остается неизменным. Это очень-очень классненько. Ну и так же, супер дорогая гордая порода вообще обнаглела и забрала себе 4 уздечки, которые предназначены только для этой лошади. Причем вот ближе я посмотреть не могу. То есть я не могу одеть на своего коня это посмотреть. Можно было бы просто нажать на уздечку, заменить модельку моего коня на Марваре и дайте мне просто посмотреть уздечку. Нет. Самый максимум это вот. Вот все. Кстати, а вот по-моему и серебристые Марварии. А может нет, я не знаю. Но похож. То есть вот все, что я могу. Можно поближе, пожалуйста, я не хочу глазами прям в монитор смотреть. У меня маленький монитор, у меня не телевизор, у меня не плазма никакая. Можно как-то увеличить это колесиком. В общем, мало того, что у нас были недоустки. Нет, начнем так. У нас были показатели еще сейчас. Давай покажи мне все, что у меня есть. Ой, ма, ой, ма, ой, мучки. Можно уже все? Пожалуйста. Вот, спасибо. Значит, мало того, что давным-давно в далекие галактики нам добавили седла, которые можно было одевать на всех лошадей, кроме первого поколения. Или нет? В общем, я вроде бы помню, что они одевались на квотеров, на мустангов. Ну, в общем, они надевались на всех, кроме старых андалузов, старых фризов, старых пони. И то они вроде бы надевались на началку версия 1.5. Да, да. И это было, ну, как бы печально, конечно, но учитывая то, что сейчас очень много крутых лошадей, мы все сказали ура, ну и ладно. Типа, мы не против, мы только за. Так. Ага, вот. Потом нам добавили недоустки, которые идут только на поколение третьих лошадей. Потом нам добавили нагавки, которые идут только на третье поколение лошадей. Потом нам добавили... Ну, да, ладно, я уже порядок добавления перепутала, но извините, простите заранее. Потом нам добавили шикарные седла, которые я просто мечтала одеть на мустангов. Которых, видимо, тоже будут обновлять, так что... Помните об этом. Но разработчики сказали, что нет, 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 несмотря на то, что моделька мустангов не такая уж и страшная, не такая уж и ломаная, нет, вы на них ковбойские новые седла одевать не можете. Как, собственно, по-моему, и Чомбур. Басал, простите. Басал Чомбур, это немножечко другой. Вот. Так что, на самом деле, разработчики сейчас действительно как-то что-то творят, какую-то странную вещь. Я не могу вам гарантировать, что все мои мысли когда-нибудь реализуются, но, знаете, многие мысли когда-то реализуются, не важно у кого. Господи, опять сквозь меня побежали. Не важно у кого, не важно где. Мои мысли по поводу ССО, что в скором времени будет перевыпуск таких крутых старых лошадок, простите, конечно, породы, я вас, если честно, таким уж старыми не считаю, но ССО развивается с такой скоростью, что вы уже считаетесь старьем. Это мустанги, ну, понятное дело, квот, ну, пейнтхорсы, шайры, исландцы. Такими темпами мы уже скоро получим обновленных лепецанов. Я вообще не представляю, как можно обновить лепецана. Ладно, окей, можно. Разработчики нам сейчас таких лошадей тут крафтят, что просто у меня голова закипает от того, что же будет дальше. А каким будет пятое поколение лошадей? Я чувствую, когда-нибудь Стар Стэбл превратится в Red Dead Redemption. Моделиками лошадей. Если это случится, пожалуйста, пусть это случится, когда я еще буду жива. Молю вас, разработчики. Вот, поэтому... А, и, возможно, Хафлингеров. Хотя, вот, кстати, вот что-то про Хафлингеров... Ну, Хафлингеры мало кому интересно, поэтому, я надумаю, никто их обновлять не захочет, тем более с такой-то швелюрой. Я лично их обожаю. Вот, так что... По Мервере я отвлеклась. Многим они нравятся, многим не нравятся, но, я думаю, почти все согласятся, что моделька достойная, моделька хорошая. Она проработана, доработана. Единственное, мне кто-то сказал, что уже обновили танец. Я не знаю, что можно считать танцем, повороты в бок или танец, который на дискотеке. Не важно. В общем, по поводу Мерверы это все. Я поделилась с вами своими мыслями. Надеюсь, что у нас они с вами схожи. И, в принципе, все звезды показывают на то, что сейчас будут происходить вот такие вот перемены, которые будут просто требовать с нас покупки СК, покупки лошадей. И думать, куда их девать и что с ними делать. Вот. А на следующей неделе, кстати, нас ждет прошлогоднее событие. Поездка по маршруту Красной Нити возвращается. Так что договаривайтесь с друзьями, чтобы на следующей неделе, я не помню, сколько она длится эта поездка, неделю держится или две. Так что созванивайтесь, списывайтесь, договаривайтесь, чтобы вместе хотя бы один день покататься. Потому что вдруг вы такие же люди, как я. И у вас сейчас нет возможности так играть в ССО, как во время карантина, самоизоляции. Это были прекрасные времена. Так что я с вами на сегодня прощаюсь. Ставьте лайк, пишите комментарии. Поделитесь, кстати, своими мыслями и идеей, что будет дальше в ССО. И что, ну, в принципе, нас ждет впереди. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова